всем привет с вами ford и сегодня продолжаем обзор и тест-драйв автомобилей в игре city car driving на этот раз у нас достаточно интересная машина рено меган второго поколения вот так вот она внешне выглядит очень много еще их до сей по сей день на дорогах поэтому машина узнаваемая известно если можно так сказать давайте посмотрим что у нас в салоне салоне что касаемо мода все проделано неплохо достаточно качества что качественно что касаемо автомобиля ну тоже неплохо учитывая что это автомобиль c-класса причем бюджетного если так можно сказать c-класса то принципе неплохо машина выпускалась 2002 по 2008 год нашем распоряжении двухлитровый двигатель мощностью 135 лошадей на механике давайте прокатимся и посмотрим что же это за машина среди конкурентов можно выделить ford focus volkswagen golf opel astra и тому подобные но опять же повторюсь это автомобиль бюджетного класса он хоть и c-класс но бюджетный c-класс поэтому все-таки даже до гольфа ему будет немного далеко не говоря уже других автомобилях c-класса под по типу мерседеса или бмв тройки то есть там вообще несравнимо как-то так сейчас машина ведет себя достаточно корректно но вот тормоза здесь ну просто капец какие нереалистичные очень резкий сейчас я выйду на трассу покажу вам как автомобиль останавливается я уже это заметил так вторая передача третья на желтый ничего страшного и смотрите мы едем 100 километров час тормоз пол оп и мы тупо стали вообще очень резкие тормоза причем что хоть и в половину нажимать на тормоз хоть и на весь тормоз все равно тормозит она одинаково резко иногда это конечно хорошо иногда плохо но в данном случае как-то это как минимум странно особенно учитывая то что это автомобиль опять же таки повторюсь бюджетный ни о каких гонках ничего такого нету хотя конечно есть мы ганы там rs ли как-то так вот эти модифицированные зажигалки но их мало и как бы особого смысла мы ганерес покупать но лично я не вижу это конечно мое субъективное мнение но тем не менее нам тормоза здесь реально очень жесткие такое ощущение что их действительно поставили даже не от и резки от чего-то еще круче от какой-то кольцевой машины потому что но очень резкий тормоза смотрите чуть-чуть нажимаем тормоз сколько я ну вот в половину нажал и машина сразу же стала как в копаная у нас так на украине говорят как копаная то есть очень и очень резко на с такими тормозами я еще автомобиль не тестировал быстрый тестировал медленный тестировал плохо управляемые тестировал но вот именно ухты елки чуть не нарвались но это с резкими тормозами это конечно первый раз у меня такое за этого машина постоянно глохнет так как она не на механике тормоза постоянно клин и клинят колеса соответственно автомобиль глохнет и получается беда поэтому реально минусу данной машины хоть как как бы этом ароматично не звучало тормоза у нее ну уж слишком мощные возможно возможно это прикол мода может жизни там тормоза и нормально сейчас особенно владельцы сейчас быстренько быстренько уже мне строчат будто бы все там классно классная тачка трали вали тачка то может и классная но тормоза как-то не очень хорошо работает неправильно вот я бы так назвал потихоньку потихоньку выезжаем сейчас выйдем напрямую попробуем разгон чувствуется что машина достаточно бодрая честно говоря я думал она будет помедленнее бодрость присутствует ну в принципе сама по себе автомобиль не тяжелый и стоит 35 лошадей они все-таки делает свое дело как ни крути но сейчас этому все дело проверим на разгоне хотя мощность двигателя не всегда важна именно для разгона может именно сходу чтобы машина хорошо тащил особенно это классно проявляется у дизелей типа разгон не очень быстро на зато на в любом моменте на любых оборотах нажимаешь газ пол и полетел ну как то так каждому свое так ладненько сейчас мы включим часы секундомерчик посмотрим что у нас может мы ган на ручке с мощностью 135 лошадей так раз два три поехали первая вторая 3 10 и 3 10 и 3 у нас до 100 разгон но я считаю это хороший результат для данного типа автомобиля опять же таки повторюсь бюджетный c-класс поэтому разгон неплох тормоза тупо дубовые вообще я вообще-то боюсь до к ним притягиваться причем даже с рабочим абс они блокируются абс слышно как работает он типа вроде как не дает блокировки но они настолько мощные эти тормоза что тупо блокируется колеса так ладненько сейчас выезжаем напрямую посмотрим что тут у нас машина может чего-то как-то грустно до сотки вот сейчас проявляется именно тот момент о котором я говорил что например до 100 мы разогналась достаточно быстро потом двигать тупо сдувается вот смотрите за 10 секунд разгон до 100 это говорит о том что минималку данной машине должна быть как минимум километра так 200 это стабильно железно у нас же вот сейчас 175 и далеко не факт что мы поедем 200 далеко не факт благо у нас супер резкие тормоза поэтому все надежды на них на куда ты перестраивался но это пипец вот это жесть это конечно трешечок у нас только что по и получился где-то порядка 180 до 180 километров мы разогнались и потом у нас такое в кавычках легкая дтп получилось ну да ладно 200 мы все равно бы я более чем уверен что не поехали бы поэтому это та история что я и говорил что двигатель типа классный все классно но после сотни он сдувается реально сдувается сейчас тапок в пол пятая передача 150 и все и как бы ну вот 160 но очень все медленно прям капец медленно тормаживаются но зато тормоза смотрите вот только что было 170 уже ноль ну жесть капец сюда нужно или двигатель помощнее я не знаю тормоза попроще ставить наверно тормоза стоит как минимум пол машины а то и чуть ли не всю машину ну реально одну шну капец пишите ребята в комментарии что вы думаете попадет по этому поводу бред не бред что тормоза слишком мощный для автомобиля ну нужнее ли они и как вообще в жизни кто-то может владелец данной машины или катался что вы скажете обо данном аппарате нравится не нравится плюсы и минусы и так дальше но разгончик бодрый конечно да до 100 километров потом машина тупо сдувается так по городу мы 130 валим не соблюдаем не правил нифигища потому что у нас мощные тормоза и как-то скорость не чувствуется 160 едем ух ты ёшки шкод вот это жесть капец жалко нету повтора вот это вы видели как я улетел ладно ребята все короче сдаюсь все короче закончился тест драйв вы видели как я вылетел я с вот этой горы реально туба короче щик перелетел сюда это трэш такого еще не было жесть ну зато вроде прикольно припаркували все как надо все как положено ладно ребятки на сегодня все пиши в комментариях как вам автомобиль как вам тест драйв понравилось не понравилось пишите свои комментарии по возможности буду отвечать ставьте лайки дизлайки всем всего хорошего и пока